Спи, малышка. Похоже, я обязан тебе жизнью своей дочери. Нет, что ты. Всё не так серьёзно. Я знаю, что не так серьёзно, но ты не представляешь, как отцу страшно думать о том, что с его ребёнком что-то может произойти. Это тяжело. В такой момент ты не знаешь, что делать. А ты помогла мне в трудную минуту. Да нет, я действительно не представляю. Нет, не представляю. Это правда. Но это до тех пор, пока у тебя не появится ребёнок. Тогда ты поймёшь. Да, это значит никогда. Никогда не говори «никогда». Нельзя знать, когда ты найдёшь своего человека. Возможно, ты ещё его не нашла. Дело в этом. Я думаю, нет. Я другая. На самом деле я похожа на мужчину. Потому что я сконцентрирована на работе, на своих делах. Так что, пока. Доченька. Так ты проснулась. Я-то думал, что ты спишь, ведьмочка. Папа, мы у тебя на работе? Да, мы у меня на работе. Помнишь, папа говорил, что у него много дел? Да. Вот я и приехал на работу. Поэтому мы здесь. Ты уснул, и я принёс тебя сюда. Прости меня. Ладно, прощаю. Но больше никогда так со мной не поступай. Потому что это ужасно. Я очень испугался. Ты для меня важнее всего. Если у тебя что-то не так, нужно обсуждать это со мной, а не уходить. Обещаю, больше никогда так не буду. Никогда, правда? Я тебя люблю, дочка. Я принесла шоколад для малышки. Не знаю, нравится ли тебе, но ничего другого нет. Нравится, спасибо. Спасибо тебе. Здесь никого нет, всё абсолютно пустынно. Никого. Что ж, подходящий момент для съёмки, правда? Ты не согласна? Да-да, именно так. Послушай, помоги нам с Лолой. Нам нужно работать. Я правда могу помочь? Да. Ты рада? Да. А ты? Я? Да, я рада. Что я должна делать? Сейчас Лола тебе всё расскажет. Я? Да, ты. Хорошо. Пойдём со мной, я расскажу тебе, что делать. Иди, Лола тебе всё расскажет. Я вас догоню. Хорошо. Для мужчины нет ничего более приятного, чем смотреть, как женщина заботится о том, что он больше всего любит.